Музыка Меня зовут Мария Тимофеевна, была Летневская, а сейчас Барсаченко. Родители, я помню, что они сеяли, пахали с мамой, папу с мамой. И дальше я 8 лет осталась от родителей. Сама себя кормила, пасла гусей, которые кусаются. Музыка сидела с ребятишками, когда сама еще была ребенок. И так вот пробивалась. В школу я ходила до 5 класса полностью. А так я училась с Дмитрием в вечерней школе. Был мамин брат еще, Петя, с семьей. Откуда-то он поехал на Икшу. Вот я написала ему письмо с Икши. Прислал денег, конечно, у него семья. И я в 39-м году, в июне месяце, приехала к нему на Икшу. Но у него была семья. И жили в бараке еще вот. Когда канал строили, в бараке были 10 метров. И у него было трое детей. И негде. Даже первую ночь. Говорит, Маня, нам тебе положить некуда. А вот видишь, влетет в окно, подошел, смотри. Вот возле каждого окна, какая-то кровать, какие-то люди спят на улице. И вот я первую ночь в чужом этой поселке спала на улице. Ну, я, конечно, не спала, проплакалась в ночь. Я говорю, что со мной будет. И утром соседка у них говорит, давай поедем Дмитриеву строиться на работу. Ну, я поехала. Вот, походила Дмитриеву маленькой было. И не было прописки вообще. В Московскую область прописывали, а завека не прописывали. Я ходила, ходила. И нигде приглашали меня с больным сидеть. Но я посмотрела, очень больной. Бегаю, нет, я не буду. И пришла и на вокзале села, и тяжело. И уборщица там метят. Я говорю, девочка, да чего сидишь такая грустная? Я говорю, ну как? И ей рассказала. Она говорит, слушай, вот, пойдем к начальнику. Я говорю, что начальник, ну как что? Ну, стрелочница, если что, возьмет. Вот. Мы пошли к начальнику. Он смотрит на меня. Говорит, девочка, ты не справишься. Работа очень строгая, ответственная. Не знаю, как. Я говорю, на что же мне ехать опять в Сибирь? У меня, я говорю, в Сибирь некуда ехать. Ну, это тетенька такая, воевая. И соседка его уговорила. Говорит, сибирячка, девчонка. Она говорит, работяга. Ну, и он дал мне направление в Москву. На комиссию. Вот, и я дал бесплатный билет. И вот я прошла комиссию. Приехала. И встала у них. Вот с этого, 9 июня, я уже была на работе, на интервью. Вот, хотела ехать в Икшу. А эта тетенька говорит, ночевая, что сейчас уже поздно. Нех, где кому дать тебе общежитие? Кровать там, чего? Постель. Пойдем у меня переночуешь. Вот я на ней переночевала, и дали мне общежитие. И вот теперь Дмитров для меня, как родной дом. Когда приехала в Икшу, я говорю, я устроилась на работу. И кем же, говорит, устроилась? Я говорю, стрелком. Я не понимала, что за стрелкой я не видела железной дороги. Да ты что говоришь, стрелком? Ну, брат говорит, значит, стрелочницей. У меня радио было, по радио объявили. И когда я вышла, то были, все сбегались к станции, к станции, со всего города. Плак, фу. Вот так она началась. Ну, думаю, она немножко побоевает и кончет. Оказывается, затянулась над Волгой. Почти что четыре года. Иду на работу, чтобы ковидно, немцы уже въехали. Вижу, какая-то стрельба, пожар какой-нибудь большой, дамаж. Вот, прихожу я на работу, а ночью был приказ. Выкуривали станцию. И разведка доложила, что немецкие солдаты сопреротачиваются в вербилок и хотят перейти на восточную сторону. Смотрю, мало людей пришло. Начальник приходит и говорит, что, товарищи, слово в слово, у нас не важно положение. Ну, выйдите на посты, и посты не бросайте без меня или дежурном по станции. Мы сказали, что есть. Уже военные были. Вот, выхожу я, иду. Я иду одна, две помощницы у меня должны быть. Помощников у него нет. Прихожу я на пост. Пост со стороны Москвы, четвертый. Большой пост, стрелок много. Ночная смена, три человека стоят, сумковые стоят. Вот, я смотрю, что прошел снег, стрелки нечищенные. А нечищенные стрелки не переведешь, что остряк не пристанет к рамному рельсу. И зазор только четыре миллиметра, как на часах. Я говорю, вы что стоите, вы почему стрелки не чистили, я вас не приму. Они постояли, повернулись, я ушел и побежал на станцию. Они знали, что станция уже готовилась к выезду. Вот, а я ничего не знаю. Я докладываю дежурную постанцию. Я говорю, дежурный. Я говорю, стрелки нечищенные. И я пришла одна. Вот, я говорю, если уж маршрут какой пораньше, говори, заказывайте. Вот, а сама взялась за метлу, стрелки заметенные все. Пошла ввести звонок. Я бегу, бежу, заказывает маршрут. Грузовую поезду с канала строя на Яхруму. Я побежала делать. Ну, стрелку сделала, побежала дальше. Вот, делаю стрелку и смотрю, что дошли, и поли летят. И попадаю на провода электропередачи рядом и разрываются. Я говорю, боже мой. Я говорю, немцы-то, наверное, по шоссе идут уже в вытрак. Дежурный, докладывает. Я говорю, дежурный. А куда мы поезд отправляем? Разговорочек кричит на меня. Докладывай маршрут. Я говорю, я доложу маршрут. Я говорю, уже стреляют. Ну, я ему доложила маршрут. Ну, минут через десять идет поезд. Поезд идет небольшой. Я даже машинист. Знаю номер паровоза 4310 до сих пор. Машинист мне помахал. Немного вагона сверезерного завода станки. И две цистерны горючего сзади. Ну, прошел. Прошел, и я опять. Не тут, но тут долговато так. Опять звонок. Подхожу. Он говорит, грузовой поезд не прибыл в Яхрову. Его немцы остановили. Приготовь маршрут к бронепоезду. Я не знала, конечно, что он там. Это не четное для Москвы, а четное с Москвы. Вот по четному пути приготовил маршрут к бронепоезду. Я пошла готовить. Одну сделала, вторую. Побежала. Да, третья. Она засыпана вся прямо по горошкам с него. Ой, я грибу и лопатами взяла. Побежала с одним веником. У меня твенник рассыпался. Вот тут было, не знаю что. Я стала руками отгребать. Смотрю, поезд идет. Я одной из стеблей автовой машу остановку клубу. Не остановывается. Я вытаскиваю красный сигнал, даю. И по красному сигналу до резины. Это неопытный был. Там шофер. Я вижу, что расстояние он все равно не остановится. Я перепрыгаю на другую сторону. Беру за ручку. А ручка, чтобы перевести стрелку, еще там у нее прибиты 15 килограмм груза, чтобы не жрало пиво. Беру эту. Уже вот-вот. Кидаю ее, перевожу. И ложусь сама на это. Я смотрю. Только встал на остряк. И этот груз поднялся вместе с этим. Со мной. Ну, недолго. Сразу остановился. Я жму. Я жму. Смотрю, пошел. Я говорю, вот поезд запилили в глаза и в уши. И все. Я лежу. Не желая ни на что лежу. Смотрю, проходит паровоз уже задний. И что-то мышелисты кричат, но я не слышала. Поезд прошел, а я не могу встать. Но встала, у меня все разбросано. Стоят два военных. И говорит мне, руки. Я говорю, да, руки у меня, я говорю, наверное, отмерзли. Это чем тут делается? Я не думаю, что я диверсию делаю. Я говорю, как вы диверсию? Я говорю, я стрелочник. Я говорю, я наоборот помогала. Я говорю. А он говорит, а ваше уехали. Я говорю, как вы уехали? Там завыкла его. Я говорю, никого беда. Ну, хорошо. И что, был паровоз? Значит, вовы пути стоял паровоз. И побежала на станцию. Там были эти военные, меня не пускают. И я говорю, ну, пустите, может, что-то написали. Не может, никакой, говорит, ничего нету. Снять аппараты, телефоны. Все снято. Уехали. Не знаю, куда уехали. И они не знают. Ну, я вышла и пошла к паровозу. Я иду, помощник лавров сходит. Говорит, куда ты идешь? У нас крыша нету. Говорит, такая была стрельба, когда проходил бронепоезд. Видела? Я говорю, нет, я ничего не видела, когда стреляли. Ну, я пошла обратно за метлу. И давай, нести стрелки. Никто ничего не знает. Думаю, стрелки надо все равно, мало ли чего. Немного погодя, бегут два солдата с перегона. Вот. Что бегут? Я бегу им навстречу. Я говорю, в чем дело? Знаменский Сергей Федорович, завначальник, говорит, доченька, паровоз надо. Нам подбили паровоз. Мы стоим на месте, дорезены. Это был состав неплодавщик. Я говорю, вон паровоз стоит. Они побежали до паровоза. Я беру их стрелку. И тут прямо пять минут. И вдало второй паровоз. Вот второй паровоз подцепил. И уже со вторым паровозом они десять дней стояли первая ударная армия командового Кузнецова Василия Ивановича. И бронепоиск Малышев охраняли десять дней. И не пускали девушку сюда, надо с очками строку. И день был хороший. И окна открыты. И все кричали, кричали. И радио заговорило. И выскочили. И это ужас. Что было? И слезы, и песни, и гармошки. И все. И вот мы узнали, что война кончилась.